Итак, наша задача вметать вточной рукавчик вот в такую пройму, в таком изделии. Находим вот эту птичку, находим шовчик на рукавчике и совмещаем. Совмещаем. Вот здесь у нас нет бокового шва, но вместо бокового шва у нас только рассечка. Очень мало было ткани. Мы там, где должен быть боковой шов, ставим булавочку, совмещая ее вот с этим шовчиком на рукавчике. Затем находим плечевой шовчик. Вот эта ниточка проймы была у нас, осноровка. Уже ее надо удалить, она нам не нужна. И находим рассечку на рукавчике. Она у нас совпадает с плечевой точкой. Подружили вот эти вот рассечки. Ставим булавочку, иголочку вернее уже. Вот на этом месте, долевая нить перпендикулярно у точной нити, никакой посадки быть не может. Поэтому я ничего и не делаю. Дальше разворачиваем рукавчик вот таким образом к себе. А вот здесь уже пошла косина. И на этой косине я делаю вот такие движения пальчиком. Большим пальчиком левой руки я делаю движения навстречу иголочке. Видите, как бы потихонечку двигаю туда ткань. И маленькими стежочками на расстоянии полтора сантиметра от среза набираю свой рукавчик. Вот, пожалуйста, появилась посадка. Посадка там, где идет у нас косина. Смотрим, что дальше. Дальше у нас вот такая картинка. Все хорошо. Иногда я припосаживаю свой рукавчик, когда слишком много оката рукава, еще и внизу под мышечкой. То есть вот на этом месте, где я сейчас иду. Совсем нельзя делать посадку. Опять же, вот в этом месте, потому что здесь долевая нить и уточная перпендикулярны друг другу. Вот. А сейчас уже можно делать небольшую посадку, если она нам нужна. Но я думаю, что в этой ткани она не особенно будет нужна. Сейчас мы проверим это. Пойдем дальше. Вот так вот здесь тоже все хорошо. То есть наш рукавчик после осноровки стал совершенно соответствовать нашей пройме. Осноровка была. Мы немножечко пройму плечо укоротили. Вот в чем она у нас заключалась. И вот я снова дошла до косины. И опять начинаю вот ее вот так вот немножечко припосаживать. Маленькими стежочками мы вот так немножечко все припосадили. Так. Здесь я закрепочек не делаю. Отрезаю ниточку и смотрю на отвес, как выглядит у меня моя работа. Смотрим. Для этого вот так вот делаем рукавчик. Спинка у нас плечика. Вот она у нас спинка. Кокеточка здесь есть. Вот такая вот посадка. Да. И спереди как у нас выглядит. И спереди тоже выглядит довольно-таки прилично. Сейчас оденем на фигурку и проверим направление рукавчика. Да. Чтобы он у нас не передист, не задист был. И возможно еще рукавчик у нас повернется. Все. Ну вот посмотрите. Мы сделали такое вот платье-рубашку. Это у нас английский воротничок. Наметили пуговочки. Подойди поближе, Лариса. И у нас рукавчик вметался. Посмотрите, как он выглядит. Ну вот она его немножечко. Вот видите, вот этот заломчик. И хочется как бы направление рукава чуть-чуть-чуть-чуть назад. И я бы его повернула чуть-чуть-чуть-чуть вперед. То есть вот здесь контрольную точку вот так вот на сантиметрик бы сместила. И, например, вот эту точку совместила бы с кокеточкой. Чтобы наш рукавчик развернулся. Развернулся немножечко вперед. И вот этого напряжения, сейчас его не видно. А Лариса так вот, когда двигалась хорошо, да, было явно видно вот эту вот складочку. А покажи нам второй рукавчик. Вот на втором рукавчике тоже немножко вот это видно. То есть вроде бы кажется все хорошо. Но тем не менее, если мы его повернем вперед слегка, будет только лучше. Хорошо? Хорошо. Что мы сейчас будем делать?